Развитие сельской местности стало главной темой международного форума «Красивая деревня», который состоялся в провинции Ганьсу. Сюда приехали представители правительств, эксперты, ученые, предприниматели и общественные деятели из стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь». Сейчас в Китае набирает обороты новый способ оживления деревень, когда вместе с сельским хозяйством развиваются туризм и сфера досуга. Это приводит к развитию других отраслей, таких как общественное питание, гостиничный бизнес, культурной индустрии. Все вместе это стимулирует производство и продажу местной сельхозпродукции, популяризацию традиционной кухни, развитие ремесел. По мнению иностранных участников форума, развитие сельской местности может стать ключом к решению многих проблем. Сельское хозяйство в Китае на очень высоком уровне. Мы сегодня убедились в этом еще один раз, когда встретились на форуме «Красивая деревня». Китайские представители государственные, служащие, да, и представители бизнеса также рассказали о прогрессе, рассказали о нынешней ситуации в сельском хозяйстве. Нам очень нравится система ведения сельскохозяйственного агробизнеса в Китае. Это очень эффективный способ. Я думаю, что нам многому есть чему научиться. Молодежь особенно старается уехать в город, как-то улучшить свои жилищные вопросы, вопросы заработка. Но вот с таким подходом, который мы видим здесь, я думаю, сельская местность будет развиваться, она имеет право развиваться. И вот такая синергия, которая здесь показана, и результаты работы правительства Китая в данном направлении, они, конечно, не могут не восхищать. Местом проведения форума стал уезд Кан городского округа Луннань – живописный район, который также известен богатым культурным наследием. Эксперты считают, что такие мероприятия помогут сделать более эффективным возрождение сельской местности вдоль инициативы «Один пояс, один путь».